Эрике Гайденко 12 лет. До сих пор ни в каких спортивных секциях она не занималась. А тут решилась записаться. И сразу в студию скалолазания. Как признается девочка, высота ее не пугает. Ам скорее даже притягивает. И несмотря на то, что занятие это первое, Эрика подумывает о спортивной карьере. Я хочу заниматься этим, потому что там высота, страховки. Чтобы стать нормальным таким, ну, спортсменом, чтобы ездить в другие города и познавать там. Сейчас самая моя цель это научиться лазить на скалодроме. Студия скалолазания открылась в Кустанайской городской школе детского творчества. Для занятий набирают детей в возрасте от 6 до 15 лет. Занятия бесплатные, проходят трижды в неделю в две смены. Пока желающих заниматься скалолазанием немного. Поэтому разновозрастные дети занимаются вместе. Позже учащихся разделят по возрастным группам. Аналогов в Кустанайской области пока нет. Есть скалодром в городе Рудном, построен собственными силами, собственно нами. Мною, моим братом, кто занимается действующими спортсменами и нашим тренером. Но он предназначен несколько для других целей. На этом скалодроме можно отлично тренировать вид скалолазания на трудность и вид скалолазания на скорость. Для организма, хоть для взрослого, хоть для ребенка, хоть для подростка. Занятие скалолазанием дает очень много плюсов в развитии просто всего организма в целом. Здесь работают все группы мышц, начиная от кончиков, от пяток, заканчивая макушкой, в том числе и уши, и нос. Все это напрягается и работает. И дает очень положительный эффект. Сейчас больше упор на занятиях Александр Ильин делает на физическую подготовку учащихся и занятия на шведской стенке. На сам скалодром со страховкой юных спортсменов пустят гораздо позже. Бауржан Ержанов, Ярослава Богатырева, РТН